В последние сутки вы находитесь на канале Исследователь. Сегодня мы исследуем инвестиции, мой брокерский портфель и ситуацию на московской бирже. Мы видим, что у меня баланс в ноль, в плюс, в принципе, индекс московской биржи снижается. Давайте посмотрим, насколько. На ноль двадцать семь, соответственно, мы его немножечко опережаем, потому что ноль. Никуда не падаем, не идем. Вот я снимал видео, давал банковское поручение на вывод. Деньги пришли и сейчас мы пополним ИИС. Видите, ИИС растет, а здесь падает. Что здесь падает? Биржа падает. Банк Петербург падает. Евроэлтех. Лукоил. Мечел. Новотек. И биржа шесть процентов уже под конец дня нарисовала. Также еще ТКС Холдинг. И Яндекс. Яндекс почти по нулям. Так, давайте посмотрим. Ничел за все время минус пять процентов. Сегежа. Смотрите, видите, Сегежа у меня минус семь процентов, минус пятьсот рублей. Восемьсот штук. Это у меня обычный счет. Обратите внимание, я сейчас покажу с процентами историю, с налогами. Давайте посмотрим по истории операции. Видите, 241 рубль налогов удержали. Я вывел. Вывел все доступные. Я продал чуть-чуть биржу. Чуть-чуть биржу продал. Так. Комиссия за продажу 11 рублей брокера. И вот за вывод денег, удержание НДФЛ, налоговый период, 2014 год. За то, что я вывел деньги, меня удерживают НДФЛ. Давайте посмотрим, как можно понизить налог. Вот, допустим, у меня есть Сегежа. Я ее не буду просто, чтобы распродавать. Давайте посмотрим, по каким ценам я ее покупал. Между прочим, она тут отросла чуть-чуть. Продастся. Давайте, я продам три штуки. Это я в целях эксперимента. Вот, продам три штуки. Я фиксирую убыток. Все, я зафиксировал убыток на росте. Вот, видите, здесь купил. Сколько я купил здесь? 700 штук. А продал 300 штук. То есть, если я купил здесь подешевле, а здесь-то я продал подороже, здесь купил 700, а здесь продал 300. Я уменьшил свой убыток сейчас, в этот момент. Да, 700. 300 акции отросла, я ее продал. Если брать от этих цен, не вот от тех, тех предыдущих, а относительно этой сделки. Я закрыл сделку в плюс. Ну, поотносительно всего портфеля я фиксировал убыток. И с точки зрения налоговой я тоже фиксировал убыток. Но на самом деле я фиксировал плюс. И возврат, возврат налога. Как нам возврат налога будет осуществляться? Вот я сейчас зафиксировал. Плюс у меня появились деньги на счету. Видите? 1252 рубля. Вот такая хитрая операция. 1252 рубля. Это у меня обычный счет, мы видим. У меня еще здесь есть ИИС. На этом ИИСе денег тоже 1186. Смотрим общую. 2000. Видите? И вот здесь у меня на счету сейчас тоже 2880. Это я выводил все доступные средства от фиксации. Вот. Меня удержали налоги. 241. Сейчас я зафиксировал убыток по Сигежи. но на самом деле я фиксировал плюс на всего на 300 акций на 1000 рублей. Я там какой-то прирост отфиксировал. Сейчас я выведу деньги и мне вернут мои налоги. Такая вот история будет. Это деньги я буду выводить в следующей операции. поэтому у меня вот этот счет он донор. Он я с него ввожу деньги. А вот это репетциент. То есть в него я деньги завожу чтобы пополнить мой ИИС. Что мы сейчас с вами и произведем? Мы видим нет нам не нужно нам нужно нужно нам нужно как же нам нужно дай бог памяти со счета в БКС банке. Вот как нам нужно. Так. Ну что ж ты раньше вот предлагал прям оп нажимаешь и все. А тут теперь водить надо 2 800 80 сколько там 2 20 вот так и живем. Так. Видим вычет у меня по типу А накоплен на 21000 я в конце года ее оформлю вычет и получу уже в следующем году вот условия у меня ИИС по типу второго типа те кто уже в этом году ИИС оформляет у них будет третьего типа у меня второго 8 месяцев до конца года. Вот соответственно нужно до конца года 400 тысяч накидать всего накидано 166 то есть цель накидать 400 до конца года и мы видим что еще по шкале у нас 50% не выполнено то есть идем как бы с небольшим с небольшим как бы не то чтобы опережением не то чтобы отставанием графиком скажем так можем немножко отстать поэтому это тоже определенная морковка это если бы я не работал не платил НДФЛ я вот по типу Б получил бы вычет это вот с этой прибыли а ранний вывод это вот то что вы видели 200 рублей с меня там прям удержали за 2 косаря и мы видим на счету у меня уже 3000 так у нас индекс падает а значит можно что-нибудь прикупить что мы будем прикупать давайте мы посмотрим что у нас за сегодня у меня есть растет то за сегодня как как-то прикупать задавал вопрос по спу астры так мне не ответили так что-то сейчас уже нельзя прикупить НКНХ тоже раскурился окурочек вот биржа можно докупить я продал 40 сейчас можно еще докупить на 40 тоже как стратегия и сразу же увеличивать позицию вот я допустим так что еще хотел тут такая упал у меня денег на него не хватает трубная трубная упала ну-ка давайте посмотрим ниже цены мои не ниже видите как выросло на дивидендах растет на ожидании дивидендов от нефть как попадало родненькая что ж ты так падаешь а я вот прикуплю тебе солнышко так ну немного буду сколько у нас тут есть уже так 800 ох ты покупал и сейчас вроде как высоко пока не будем покупать пока не будем покупать так 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 ну еще рано тоже рано 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 такая срана покупать такая срана сыграть ли нам в орлянку не сыграть ли нам в орлянку подымем видите у меня по 96 стоит ли не стоит как вы думаете напишите в комментариях как вы думаете стоит докупить санкт-петербургской биржи или не стоит распадская распадская новотек давайте посмотрим на новотек поддержать может отечественного производителя так ну что покупал если вот здесь что не докупить то куплю новотек пусть будет новотек поддержим отечественного производителя так я не понял разместилась заявка или нет заблокирована не по рынку отменить возвращаемся новотек купить на всю котлету гулять так гулять что я сделал снова я сделал то же самое так 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 отменить ну что устал я люди не это самое сейчас мы новотек все-таки приобретем поддержим отечественного производителя купить и на лимитную заявку просто поставить брать и поставить рыночную да хотел с вами обсудить но подъехал что-то к дому и что-то тяжело как-то стало хотел с вами обсудить что такое маркетмейкер знаете что такое маркетмейкер напишите в комментариях вот докупил я новотека немножечко среднее у меня по порфилю какая стала теперь это он мне снова наверное путает по двум порфилям сразу да наверное некорректное отображение давай астрочка купить если будет испил я еще и в спио поучаствуем все как запланировано так это мы сделали офигеть афк система снова полетела или это за все время снова вроде полетела можно продать и купить астры так что ну что все наверное сейчас мы биржи докупим все это мы сделали на из переходим на этот счет здесь у нас тысяча осталось сто газпром нефть что-то подросло и она в плюсе у меня так здесь видите по этому порфелю я в плюсе новотек у меня куплен по 1174 где-то у нас за сегодня вот а биржа была у меня в минусе это буквально вот за сегодня я потерял чуть-чуть но я уже докупил поэтому меня не парит я могу еще это самое обернуть пару раз сделать колесико такое небольшое часть скинуть акции фиксануть и потом на снижении снова добирать и раскручивать такой типа и брокеру дать дать заработать на мне и самому покрутить биржи биржу на снижениях на росте на проливах покупая продавая вот чисто биржу и как биржевой маклер покупаю биржу ладно всем друзья удачи прибыли на рынке буду завершать хотел показать телеграм-канал но что-то чувствую усталость выручка по НЛМК все прекрасно лайк поставлен здесь тоже у нас парень отчет хороший по Астрии про СПО писал оставлял голосовуху в чате в чате можно послушать здесь мы не видим ничего но чат живет своей жизнью вот чат живет своей жизнью тем кто интересовался размещал голосовуху по Астрии по СПО объяснял что зачем задают вопрос покупать ли Астру вот я считаю что в принципе да если ниже цены СПО по СПО вот смотрите друзья звонил в БКС узнать условия СПО ничего не знают короче говоря я в телеграм-канале уже тут опубликовал все это тут чат кипит сейчас же перейдем тут портфели парни свои публикуют вот прогноз по индексу сегодня опубликовал то что мы подходим вот к этой зоне в синюю зону заходим и оттуда пойдет вот такой рост как вот здесь видите в этой зоне мы зашли чуть-чуть поколебались и вышли соответственно это вот хороший импульс вынос вверх на 4 4 там 650 да сколько там пишем то ну можете почитать друзья не буду затягивать видео хотел единственное тут голосовуху про астру вам про астру пара астру что бывает время бывает время вот вот у нас фридрих самокислотный бот во всем телеграмм телеграм-канале смотри вот допустим есть закрытая из пилот компания позитив она в течение года бывает два раза проводит закрытые спио я тогда когда купил первый раз акции не стоили полторы тысячи и я видел что из пилова проводит они акции продавали по 1050 то есть было 450 рублей был плюс к на цене покупки это закрытое спио они периодически его проводили сейчас позитив говорит мы будем делать до помиссию при двухкратном росте на 15 процентов чтобы увеличить фри флот то есть нужно понимать если темпы роста компании очень большие и компания делает до помиссию то это неплохо для компании то может быть локально в данный момент времени плохо для миноритарного акционера то имеешь для тебя для меня но для компании это хорошо а если для компании это хорошо то и в последующем это будет хорошо для тебя и для меня да и смотри еще михаил очень сильно нужно понимать что государственные компании они чаще всего если делают такие процедуру как доп эмиссия там либо спио у них нету цели извлечь экономическую выгоду то есть они действуют там по каким-то другим им нужно наполнить бюджет региона либо еще что-то сделать то есть государственные частные компании очень сильно отличаются в своей политике управления допустим тоже вот у гк-2 да мы знаем что она сделала добку выпустила там на четверть капитала акции запустила их там через какую-то траст не поймешь что то есть там какая-то вообще сфера и мутная схема потом у нас были вагон вагоны слышал что не про вагоны вагоны про вагоны в том году в кто только не говорил про вагоны вот с вагонами была похожая история то есть у старого собственника отжимали компанию в пользу государства через манипуляцию на рынке то есть сперва разогнали акции так набили туда хомячков что она взлетела до небес а потом объявили добку акции обвалились примут на самый низ и до самом низу когда цена была ее там 80 60 40 рублей ее крупный капитал крупный игрок выкупил то есть задарма получается такая история просто в на вагонах так побрили народ просто жесть какая-то соответственно нужно понимать кто делает добку с какой целью потому что частник частнику рознь да мы должны понимать что есть частник это такой как система где есть внутри корпоративные интересы и они будут достигнуты любой ценой какие бы отчеты красивые